Информационное агентство ТАСС, Российская Федерация. Юлия Шерифулина, ТАСС. Добрый день, господин президент. Если позволите, у меня два вопроса. Первый касается логистики. Не так давно сообщалось о начале строительства аэропорта в Физули. Можете ли вы подтвердить, что такие работы ведутся, ничто им не препятствует? В какие сроки может быть дан объект? И будет ли этот аэропорт международным? И второй вопрос касается вакцин от коронавируса. Можем ли мы рассчитывать, что российские вакцины будут зарегистрированы в Азербайджане? И если позволите, под вопрос личного характера, будете ли вы сами вакцинироваться? И какому препарату отдадите предпочтение? Спасибо. Спасибо. Что касается аэропорта в Физули, то работы уже начались. Мы оперативно начали вопросы, связанные с разминированием, потому что в первую очередь там надо было очистить территорию. Это процесс уже близок к завершению. И в оперативные сроки аэропорт будет сдан в эксплуатацию. Во всяком случае, его взлётно-посадочная полоса и системы навигации, которые бы обеспечивали функционирование аэропорта. Аэропорт будет международным. Взлётно-посадочная полоса будет способна принимать все типы самолётов, включая самые тяжёлые и грузовые. И строительство аэропорта, конечно, предсказывать это сложно, поскольку вопросы, связанные как раз-таки с разминированием, с доступом к этой территории вызывают сложности. Но мы рассчитываем, естественно, в этом году он будет сдан. Мы хотим, чтобы это было ранней осенью. Если всё будет идти по плану, то ранней осенью этого года аэропорт уже будет введён в эксплуатацию. И это позволит нам использовать его как для восстановления территорий с учётом грузов, которые мы будем получать из-за рубежа, так и для удобного доступа граждан соседних государств в город Шушу. Потому что одновременно с аэропортом строятся и две автодороги в город Шушу. Одна, она названа мной, Дорогой Победы. Это именно тот путь, по которому азербайджанские войска специального назначения шли в город Шушу через леса и долины. И другая дорога, она пройдёт по более низменной трассе, которая будет также обеспечивать прямой доступ из аэропорта. Поэтому уверен, что азербайджанцы, которые проживают за рубежом, а также и граждане других стран будут иметь эту возможность. Должен сказать, что наши планы по строительству аэропортов только в городе Физули не ограничиваются. У нас ещё есть планы по строительству аэропорта в Лачине и в Зангелане. С учётом планов по обустройству территории, с учётом того, что Зангелан превратится в очень важный логистический центр, поскольку, как вы знаете, одним из пунктов заявления от 10 ноября прошлого года было открытие коридора на территории Армении, который бы связывал Азербайджан с его автономной республикой Нахчеван, а также связывал бы Азербайджан с Турцией и одновременно Россию с Турцией. Поэтому планы у нас большие и будем их реализовывать. В этом году утверждена специальная медиационная программа по восстановлению территорий, которая достаточно обширная, и мы уже начинаем осуществлять первые выплаты по заключённым контрактам. Что касается вакцин, должен сказать, что мы с самого начала пандемии держим ситуацию под контролем. И меры, которые были предприняты по ужесточению и смягчению карантинного режима, были достаточно эффективными. У нас достаточно низкий уровень тех, кто был заражен. У нас сейчас где-то более 200 тысяч людей, которые были заражены коронавирусом. На сегодняшний день активно больных чуть более 2 тысяч. У нас очень много свободных мест в больницах, потому что, во-первых, мы за первые месяцы пандемии создали более 10 новых больниц модульного типа. А также с учётом того, что последние 2 месяца идёт позитивная динамика между количеством заражённых и выздоровевших, пользу выздоровевших. А также мы на Южном Кавказе первая страна, которая начала вакцинацию. Мы начали вакцинацию 18 января, всего месяц спустя, после того, как в Европе начали вакцинацию. И мы вакцинируемся прививкой китайского производства коронавак. Должен сказать, что мы также подключились с самого начала к системе Кувакс, по которому мы должны получать и другие вакцины. И Астразенека, и Модерна, и Файзер. И также с российской стороной у нас в самых первых дней были подписаны соответствующие документы по поставке вакцины Астразенека в Азербайджан, поскольку российские компании являются дистрибьюторами этой вакцины на постсоветском пространстве. Также по вакцине Спутник. Но пока эти вакцины нам не поступили, мы имеем информацию, что вакцина Спутник пока обеспечивает внутренние потребности России. И очень ограниченное количество этих вакцин были поставлены зарубежной страны. Что касается вакцины коронавак, то 4 миллиона доз законтрактованы. И уже ежедневно мне докладывают, что порядка иногда 20-15 тысяч людей вакцинируются. Так что в этом направлении мы будем использовать все возможности, соответствующие финансовые средства на это выделены. И просто будем ждать вакцин от производителей. В связи с этим также хотел бы отметить один вопрос, который мы поднимали на международном уровне. И в том числе в качестве председателя движения «Неприсоединение» по нашей инициативе была проведена специальная сессия Генассамблеи ООН, посвященная COVID-19. Инициативу поддержало более 150 стран. И эта сессия состоялась в декабре прошлого года. И одним из тезисов, которые я озвучил, было справедливое распределение вакцин между странами мира, чтобы не было протекционизма, национализма в этом вопросе. Но, к сожалению, мы видим совсем другое. Мы видим, что даже между союзниками возникают серьёзные проблемы, начинают считать, кто сколько вакцин использовал и кто кому что не додал. Поэтому эта ситуация ещё раз говорит о том, что, несмотря на все заявления о солидарности, о совместной борьбе с этой бедой, на практике мы видим совершенно противоположное. Некоторые страны, например, закупили 3-4 раза больше вакцин, чем это им нужно. Например, Канада, я об этом говорил. Значит, получается, что кому-то не хватит. А им это не нужно. Но им до этого дела нет. Они на словах выступают за равенство, за права человека, за демократию. А на практике ущемляют права миллионов людей. Всех людей, которые живут в бедных странах и которые не могут себе позволить этого. И даже если могут позволить, просто не имеют доступа к этому. Я вам скажу откровенно, если бы мы не заключили бы соглашение со всеми производителями, что мы сделали. Сегодня мы бы тоже оказались без вакцин. Мы должны были давно получить Астразенеку. Не получили. Уже, я думаю, несколько месяцев как не получили. Спутник не получили. По Коваксу должны были получить. Файзер, Модерну не получили. И нам не говорят, когда мы это получим. Хорошо, что наши китайские партнеры выполняют свои обязательства. И у нас есть средства это покупать. А что делать тем, у кого нет, этим людям, что им умирать? Потому что богатые будут себя вакцинировать, забирать производство себе. Как говорится, игнорировать полностью элементарные нормы человеческого поведения. А бедные страны должны страдать. О каком же равенстве мы говорим? Вот этот вопрос я и поднимал на специальной сессии Генассамблеи ООН. И этот вопрос мы сегодня активно дискутируем в рамках движения присоединения. Моя инициатива поддержана многими странами. Сейчас идут дополнительные консультации. И мы должны переходить к делу. Уже хватит озвучивать шаблонные заявления, за которыми ничего не стоит. Это уже всем надоело. Это вопрос, который касается каждого человека. И мы в данном вопросе проявляем принципиальность и в национальном качестве, и как страна, которая председательствует сегодня во второй по численности международной структуре в мире после ООН. Продолжение следует... Продолжение следует...